Девушка мне написала в YouTube, она написала буквально следующие слова. Не слушайте этого идиота, и сектанта, лучше идите покайтесь, Иисус Христос вас спасет и так далее. Меня очень заинтересовало, насколько эта женщина успешна, потому что мне всегда интересует вопрос, люди, которые говорят на человека идиот, почему они считают, что они имеют право это делать. И вот что я увидел. Ее зовут Анастасия, перешел на ее страницу, увидел ее видео. Первое. Где играется ребенок? Что же я увидел? Могу вам рассказать. У ребенка грязная одежда, ребенок с грязными волосами, ребенок неухожен, ребенок истерит. Ребенок, когда играл, себя посмотрел на пол. На полу грязь, везде пыль, стена, где есть кастрюли, на них стоят старые кастрюли, которые побитые, которые в масле. Они наверняка живут с бабушкой какой-нибудь, потому что там везде так грязно, а она невестка. И получается, ее муж зарабатывает деньги, а она из-за того, что живут они у матери, мужа, ничего пальцем о палец делать не собирается, потому что это не ее. Она ждет, когда они заработают и после этого съедут. То есть зачем мне что-то делать? Так вот, потом я увидел видео, где они с мужем. Муж такой усатый, лысый и молодой. Естественно, когда я посмотрел на мужа, я понял, почему она такая агрессивная. Почему? Ну, потому что она ленивая, продает Арифлейм, за ребенком она не смотрит, ничем она не занимается. Может быть, там молится, ходит один раз в субботу и думает, что в этом и заключается настоящая человеческая часть. Кухня ободрана, вся грязная, девушка неухоженная, ребенок неухоженный. У них денег не будет никогда, я вам это утверждаю, как эзотерик, профессионал. Почему? У них нет уюта в семье. Всегда нужно на это обращать максимум внимания. Уют должен быть максимумом. То есть дети должны быть ухоженные, дети должны быть красивые, у детей должны быть чистые волосы, постриженные ногти, чисто в ушах, везде должно хорошо пахнуть, нет денег, чтобы это кто-то делал, я говорю. Когда у меня не было денег, я делал все самостоятельно. Ни один человек, знающий меня, никогда не скажет мне, что придя ко мне, вот где бы я ни находился, видел бы где-нибудь бардак. Почему? Я всегда к этому относился серьезно. Я понимал, что магия денег напрямую связана с уютом, который создает человек вокруг себя. У меня всегда было чисто в машине, я всегда ходил в чистой одежде, я всегда старался сделать так, чтобы вокруг меня было чисто. Если у меня оставалось время, я в субботу-воскресенье обстировал, обмывал, драил, покупал новую посуду, там белил, красил и так далее. Но дело для себя обязательно в состоянии комфорта и максимального уюта. Почему? Теперь вы это знаете.